Друзья, всем привет, с вами Фотороманов. В свой третий сезон я въезжаю на литровом Версусе. Версисе. Версусисе. О, чтобы всем угодить, буду говорить Версусис. Дальше сохранять интригу про новый мотоцикл просто нет смысла, потому что сторисы в моем инстаграме уже давно завалены его фотками. Пользуясь случаем, кстати, приглашаю заглянуть ко мне в инстаграм. Там я публикую свои фотографии, в том числе с проекта «Люди в шлемах», посвященного, как вы уже догадались, мотоциклистам. Кнопка инстаграма есть на главной странице моего канала, ну или можно найти просто по поиску фотороманов. Кстати, именно поэтому я переименовал свой канал, чтобы ники в ютубе и в инстаграме были одинаковые. Уверен, многим интересно, почему же я продал шестисотку. Возможно, после просмотров роликов про то, чем меня бесил Версус и про беруши, у кого-то может сложиться впечатление, что продал его из-за шума, но нет. Проблема с шумом ведь в итоге была решена берушами. Вопрос с клапанами меня тоже не сильно парил, о чем я говорил в отчетном видео. А продал его потому, что во время съемок обзоров я попробовал литровые мотоциклы, а именно Yamaha XJR 1300, Honda X11 и целую плеяду от Ducati, Multistrada, X-Diavel и Monstra 1200. После них я понял, что шестисотка не очень-то и едет. Пару слов про Ducati и Monstra 1200. Мотоцикл просто пушечный. И пушечная у него не только динамика разгона, но и динамика торможения. И я теперь в качестве точки отсчета буду периодически его упоминать, потому что после него очень много что не едет, не рулится и не тормозит. Вот что я говорил сразу после тест-драйва. Знаете, что еще хочу сказать в конце? Если не планируете повышать кубатуру, не садитесь на литр. После него мотоциклы другие становятся унылыми. Вот я уж насколько мне казалось, шестисотка моя быстрая. В начале сезона я просто думал, что она избыточная. Потом мне казалось, что она просто быстрая. Я и до сегодняшнего дня думал, что она просто, ну, оптимальное соотношение мощности. А после литр 200, после Monstra я на нее сел, открываю газ и ничего не происходит. Куда-то делось все ускорение, жужжание осталось, зуд остался, а ускорения нет. А еще больше нет тормозов. Это просто вообще боль. После Monstra мне кажется, что у меня тормозов просто нет. А еще в прошлом сезоне меня пленили 4-цилиндровые двигатели. Не могу вот четко сформулировать почему, но понял, что хочу 4 цилиндра. А еще я понял, что хочу мотоцикл не только с АБС, но и с трекшном. Ну, как минимум потому, что уходить в вилле при резком педалировании вообще не входит в мои планы. Ну и в принципе, лишняя система пассивной безопасности никогда не помешает. Ну, по крайней мере, я так считаю. И чем этих систем больше, тем лучше. И вот под эти требования, литр, 4-цилиндра, АБС, трекшн контрол, как нельзя лучше подходил литровый Versus. О чем я, кстати, говорил в своем обзоре на Yamaha D-версию. И именно из-за тяги к рядной четверке я не стал смотреть в сторону литрового Westrom. Поскольку это видео не несет какой-то особо ценной информации, то, пользуясь случаем, расскажу вам, как я весьма оригинально и, главное, неожиданно для себя открыл этот сезон. Во всем виноват снос наших гаражей, когда нас просто тупо выгнали нахер и дали неделю на сборы. Из-за этого 8 марта по гололеду мне пришлось толкать мотоцикл почти километр до ближайшей стоянки. Задача, блин, нетривиальная. Голый лед. И мне нужно выкатить его отсюда. Он, сука, тяжелый. Не знаю, как быть. Ну, открыл сезон. Уже проехал вон все гаражи и от шлагбаума до сюда. Еще метров 150. Погодка шепчет. Как обещал, гесметео, снег и всякая такая хрень. Про литр, конечно же, будет отдельный обзор по первым впечатлениям. Частично материал у меня уже готов, но нужно еще немного подождать, чтобы схлынула эйфория, чтобы подход был более-менее объективным, насколько это вообще возможно. В конце должна быть избитая фраза про то, что подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и всего такое. Но я просто попрошу вас помочь мне добраться до вожделенной тысячи подписчиков. Жмякните, кому не лень. Ну, а на этом у меня все. Катайтесь безопасно, оставайтесь целенькими и невредименькими. С вами был Фотороманов. Не вреди, невредимень, невредименькими. Субтитры сделал DimaTorzok